Один из важнейших и один из любимых проектов фонда борьбы с коррупцией это проект Росъяма. Проект Росъяма существует с 2011 года и он существует таким фоном и много региональных лидеров, которые занимаются этим проектом. Например, это есть города-лидеры по Росъяме, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Артем Косарецкий очень хорошо там ведет. Но это же важно помнить, что никто, кроме нас, не заставит этих жуликов из ГИБДД и жуликов, которые строят дороги, выполнять свои обязанности. Ведь, как нам кажется, есть Яма, и она когда-нибудь сама исправится. Нет, друзья мои, когда-нибудь, к сожалению, не работает. Их надо тыкать прям острой палкой постоянно. Можно это делать самостоятельно, а можно это делать с помощью замечательного сервиса Росъяма. Как он устроен? Устроено все просто элементарно. Вы заходите на сайт rosyama.ru, находите, там прям регистрируетесь, находите карту, ставите прям по карте, по адресу, ставите точку на карте и говорите, здесь Яма. Там можно написать комментарии, можно написать там это левая полоса или выезд из двора. И все, процесс запущен. Дальше идет заявление в ГИБДД. Дальше мы контролируем все это, весь этот процесс бумажный. Но какие были проблемы раньше? Раньше мы могли только подать заявление и ждать, что случится. Сейчас мы производим такой апгрейд, обновление сайта. Это будет теперь у нас такая новая функция, народный контроль. Мы будем не только наблюдать за тем, чтобы Ямы чинились, но если вдруг они не будут чиниться, или там кто-то не будет на каком-то этапе будет проходить сбой, то вы, друзья, будете нам сигнализировать, и мы будем пускать повторно еще более жесткие, еще более такие неприятные петиции, заявления, требования. Это будет повторное обращение в ГИБДД, это будет обращение в прокуратуру. И эти обращения, как бы это ни странно, заставляют их работать. Ведь скажу вам так, что с 2011 года уже 24 422 только зафиксированных нами исправленных Ям. И это очень-очень хороший показатель. Это великолепный показатель, в счет того, что весь прошлый год ГИБДД занималась блокировкой нашего ресурса. То есть они устраивали такую систему, когда именно с сайта Росяма жалобы не проходят и не принимаются. Мы обращались в общественный совет, делали запросы из СМИ, переписывались официально с ГИБДД. Они говорят, да-да-да, сейчас починим. Чинили. Говорят, все ваши неполадки исправлены. И правда, два дня мы могли спокойно писать заявление, но через два дня опять случалась какая-то блокировка. И все заново, все по-новому. Мы нашли способ, как это избежать. Мы нашли способ, как донести все равно все проблемные точки на картах до тех, кто должен их решать. И с вашей помощью мы давайте заставим их работать. Давайте заставим их выполнять то, что они должны. Ведь многие ямы на ремонте. Многие ямы находятся на гарантийном ремонте, который должен исправляться там просто за считанные дни. А что мы видим? Годами. Годами ямы во дворах одни и те же. Годами ямы только растут. Растут, множатся. Зато некоторые жители могут наблюдать, как асфальт меняют у них под окнами два раза в год. Ну вот, нет, это ли не коррупция? Это ли не воровство наших с вами денег бюджетных? Поэтому сайт rosyama.ru. Если вдруг вы хотите нам оставить какие-нибудь комментарии, пожелания и как-то с нами взаимодействовать по этому проекту, пишите на почту rosyama.fbk.ru Мы всегда рады, мы всегда слышим, мы хотим от вас получать обратную связь. Но помните, никто, кроме нас с вами, никто, кроме нас с вами вместе, не сможет сделать Россию лучше. Россию для нас, всех с вами, и Россию для того, чтобы мы жили и наслаждались жизнью. А сейчас давайте посмотрим видео, которое записал Алексей Навальный. Оно замечательное и хорошее. И все это про то, как мы живем.